Это программа «Дей с толком» в студии Ирина Корчагина. Здравствуйте! Смотрите в этом выпуске. В Центральный районный суд направили уголовное дело в отношении Барнаульца, который избил инвалида. Тепло для мобилизованных студенты Бийского колледжа начали делать модернизированные буржуйки. Мы любим, чтобы раз сел, вилку взял и прям хорошенечко поел. Мраморный бычок, филе косули, жареный папоротник в Барнауле показали, какими блюдами будут удивлять гостей региона. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Удобные переносные печи для военнослужащих делают в Бийске, причем не на заводах и предприятиях, а в мастерской колледжа. Технологию печки преподаватели разработали вместе со студентами. Такие модернизированные буржуйки удобны для суровых походных условий. Тему продолжит Мария Мацаева. В рабочей мастерской Бийского колледжа стоит шум станков и металла. Здесь студенты оттачивают свои практические навыки. Большинство из них – волонтеры и уже не раз помогали участникам спецоперации. И сейчас вновь они решили поддержать своих мобилизованных земляков и сготовить для них походные печки. Хотелось бы сделать подарок к Новому году, поэтому мы с парнями собрались. Как бы патриотизм играет свою роль. И собираем на практике. Даже в свое свободное время мальчики к нам приходят и начинают варить печки походные. Назвали мы их «Огонек», так как хотим согреть своим огоньком наших солдат. Тоже иду люди приготовят там. Там же сыра, они промокают, посушить одежду. Ребята вместе с мастерами улучшили проект печи. Теперь она стала значительно легче. Ее удобно собирать и разбирать. А значит, она лучше подходит для походных условий. Обратились, как сказать, к знакомым охотникам-рыболовам. С ними информацию всю сверили. И поэтому было решение принято делать печку из металла толщиной 2 мм. Из трубы с определенной диаметром. Это нам позволило снизить вес печки без труб примерно до 16-17 кг. Военнослужащие, которые принимали участие в спецоперации, идеи студентов тоже одобрили. Такие печи топятся дровами. Их проще найти в походных условиях. И главное, сохраняют тепло до 6 часов. Мы предполагали, что можно какими-то камнями, кирпичами обложить в палатке, в блиндаже и все. И использовать. Это бы повысило теплоотдачу и, соответственно, дольше бы сохраняло тепло. На что пришло возражение. Если мы будем этот блиндаж делать в чистом поле или в каком-то болоте, а там нет камней, и что вы тогда сделаете? И вот поэтому было предложено еще доработать сверху решетку для стушки. В колледже учатся 75 сварщиков. И все хотят варить печки для наших солдат. Однако возникла проблема с материалами. В бюджете учебного заведения средства на металл для этой работы не были предусмотрены. Руководство колледжа обратилось к депутату Госдумы Александру Прокопьеву. Он знает о волонтерских проектах, в которых студенты принимали участие в разное время. И поддерживает их инициативу. Если в день ребята могут собрать около пяти печек, то к середине декабря на линию соприкосновения уже можно будет отправить 50 штук. Пункты приема помощи военнослужащим есть сейчас в каждом городе. И не по одному. Поэтому по мере готовности мы будем обращаться в те пункты, которые есть в городе Бийске. У нас есть контакты с барнаульскими центрами помощи. Поэтому постараемся, чтобы наши печки нашли своих адресатов. Студенты Бийского государственного колледжа работают старательно, чтобы возле их огоньков бойцы чувствовали тепло родного дома. Мария Мацаева, Алексей Фризин. День с толком. В Алтайском крае началась операция «Должник». Так, сотрудники госавтоинспекции вместе с судебными приставами выявляют водителей с неоплаченными штрафами. Их останавливают, пробивают по базе данных. Если гражданин своевременно не оплатил административный штраф, то придется оплатить, но уже в двукратном размере. Также неплательщик может отправиться под административный арест до 15 суток, либо на обязательные работы до 50 часов. Кстати, среди жителей региона более 100 человек – злостные неплательщики, которые имеют более 50 неоплаченных штрафов. Госавтоинспекция города Барнула напоминает, штраф необходимо оплатить в течение 60 суток с момента постановления о вынесении штрафа. Также напоминаем, что штраф можно оплатить 50% в течение 20 суток. В административном кодексе есть такие статьи нарушений. Добавим, проверить информацию о своих штрафах можно по адресу 10-я Западная 5, а также на портале Госуслуги. И к другой теме. Установку современных светофоров начали на одном из аварийных участков Барнаула. Речь идет о пересечении улиц Антона Петрова-Попова. Только в этом году там произошло 7 крупных ДТП, в одном из которых погиб пешеход. Чтобы оснастить этот участок светофорами, власти города выделили дополнительно почти 6 миллионов рублей. Сейчас на пересечении улиц уже установили стойки для светофоров, проложили кабель. В конце декабря движение авто, трамваев и пешеходов будет регулировать сразу 48 современных светофоров. Они будут оснащены интеллектуальной системой, то есть управлять устройствами можно будет в зависимости от загруженности на дорогах. Предлагает решение по изменению указанной ситуации, то есть в лучшую сторону разгрузки автомобильных дорог. Кроме того, он предлагает диспетчеру варианты решения данной проблемы. Можно и в ручном режиме осуществлять эту работу. И в принципе, это очень хорошее задел на будущее для безопасности дорожного движения. И это не единственный аварийный участок, который в этом году оснастили светофорами. Устройства появились и на пересечении Максима Горького-Гоголя, Павловского тракта Малахова, на Змейногорском тракте у онкоцентра и на проспекте энергетиков. Место, где находят помощь и поддержку. В Новоалтайске уже 25 лет действует общество для людей с ограниченными возможностями здоровья. Там они занимаются спортом и даже ходят в походы. С увлеченными людьми познакомилась Юлия Щепина. Но это нисколько не мешает Наталье Рябцевой и радоваться жизни, и радовать других. Женщина-активистка, сидеть дома не привыкла. А после несчастья стремится общаться еще больше. До этого я, буквально за несколько месяцев, пока инвалидности не было, я уже ходила сюда. В общество был конкурс. Значит, у нас, алло, мы ищем таланты. Ну, а я как певица, как говорится. 25 лет назад в Новоалтайске появилось общество инвалидов. Здесь людям, пережившим или переживающим тяжелые обстоятельства, помогают с реабилитацией, найти работу. В конце концов, сюда приходят просто поговорители, разделить с друзьями любимые увлечения. Например, вокалисты образовали фольклорный ансамбль «Былина». Выступают на каждом празднике. Каждый месяц проводят соревнования по шахматам, шашках, сидячему волейболу и дартсу. А каждое лето – туристические фестивали. Несколько лет подряд мы выигрывали гранты и занимались сплавом по рекам Алтая. По маленьким – это и Чумыш, и Бия, Катунь, и по Абии несколько раз были сплавы. И это все силами инвалидов. Люди с удовольствием ездят на такие сплавы. Там столько эмоций для них. Сюда приходят люди старше 50-ти, но в обществе есть и 23 ребенка – от 7 лет до 17-ти. Координатор приходит к ним домой, помогает родителям обучать детей быту, занимается с ними творчеством и играет. Здесь нужно быть действительно, быть искренним. Если ты не искренний, значит, он это сразу чувствует и делает отторжение. А если же он ощущает тебя, что ты его любишь, он всей душой к тебе. Они радуются, они хоть, допустим, и говорить не умеют, но они очень эмоционально это все показывают в мимике. То есть ты их видишь, что они действительно уже твои родные, которых очень любишь. В этом году общество инвалидов отметило 25 лет. За эти годы здесь получили помощь и поддержку 1300 человек с ограничениями здоровья. Сейчас в общество приходят 330 человек, и для каждого здесь находят слова поддержки. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. От мечты к медалям. Федерация гребли на байдарках и каноэ в этом году отмечает десятилетие. Хотя энтузиасты еще в 50-х годах собирали сотни зрителей на любительских соревнованиях. Фанаты водного вида спорта верили, что когда-нибудь на алтайской земле будут чемпионы на байдарках и гребле. Спустя десятилетия мечты сбылись. Передаю слово Дмитрию Дроздову. К адрес 70-летней давности Барнаульский ковш. Народная гребля на шлюпках. Зрелище собирало сотни зрителей. Чуть позже сборная края заняла третье место в первой спартакиаде народов России. В 60-м году в Барнауле появился бассейн для зимних тренировок на лодках. Следующая веха. Переезд в Барнаул из Германии. Константина Костенко. Он добывал золото на чемпионатах мира. И в 84-й год построен Барнаульский грибной канал. Канал появился, но еще 30 лет грибной спорт ждал своего часа. Серьезно его не воспринимали. Федерация появилась лишь в 2012. Натс там для некоторых этот спорт и сейчас кажется чем-то странным и легким. Мы проверили. Это не так. Так, на этом мы закончим. Потому что 10 секунд для корреспондента этого хватило. А чтобы удержать равновесие на байдарке, спортсмены учатся около месяца. Просто, представляете, удержать равновесие, чтобы не упасть. Ну а с мастером спорта мне максимально было конкурировать тяжело. Юбилейный 10-й сезон для федерации получился максимально урожайным. Семь мастеров спорта. Александр Сухой, один из них, в Одессе, с двух лет занимался борьбой. Но когда стал выбирать ковер или вода, выбрал последнее. Говорит, шел туда, где нет конкуренции. В то время в гребле не было такой конкуренции. И мне больше нравилось именно в этом виде спорта. А в борьбе приходилось очень сложно. И постоянно конкуренция давила. Пришлось выбрать греблю. Как говорится, пошел по стопам отца. Александр Старший тоже мастер спорта по гребле. Еще в Бийске вникал в водный вид спорта. После переезда в Барнаул окончательно сфокусировался на гребле. Теперь и отец, и сын – пример для подрастающего поколения. Во-первых, это детей мотивирует. То есть дети видят, мирового уровня канал видят. И приезжая на соревнования, нет страха. Будущих чемпионов с каждым годом все больше. Сегодня гребной канал – один из лучших в России. Развитая инфраструктура, спокойная вода. В 2018 году здесь провели первый международный турнир Кубок чемпионов. А через три года – настоящий Кубок мира. Барнаул узнал, что такое праздник спорта. Соответствовать высокому уровню канала стремятся и в Федерации. Сейчас гребцы улетают на сборы в Краснодар, чтобы после вновь бороться за медали и развивать гребной спорт в Сибири. Ну а пытался грести Дмитрий Дровздов, снимал Александр Антропов. Показывают на телеканале Толк. Заявить о себе и поступить в лучшие вузы страны – такую возможность дают престижные федеральные конкурсы для школьников. На базе детского технопарка «Кванториум-22» началась подготовка юных исследователей Алтайского края к участию в форуме научной молодежи «Шаг в будущее». Автоматизированная система для обнаружения неполадок в энергетических комплексах. Разработал ее не именитый ученый, а семиклассник из Барнаула Никита Сыздыков. Его система могла бы не просто устранять поломки на электростанциях, но и даже предотвращать их. Эта система позволит считывать данные со всех подстанций, которые расположены около домов, и передавать данные о потреблении энергии и напряжении в генерирующую станцию. Это позволит контролировать поломки. И в случае возникновения тогда работник может их увидеть и сразу же приехать, а не ждать, пока в службу кто-то позвонит. Установка для запуска легких спутников на орбиту, устройство для обеззараживания молока, разработки юных физиков в миниатюре, но их уже ждет большое будущее. Подобные установки можно варьировать от размеров спичечного коробка до огромной пусковой установки, которая будет запускать ракеты. Куда дальше с ней пойдешь? Домой. Но это в сегодняшней перспективе. А дальше еду на шаг в будущее в институт имени Баумана в Москву. Доводить до ума разработки школьникам помогают преподаватели алтайских вузов. Педагоги их консультируют и делятся лайфхаками по защите работ на федеральных конкурсах. Моя задача не только грамотно с точки зрения технической проработать этот проект, показать им в каком ключе нужно его доработать, но и подсказать правильную манеру доклада материала. Встречи с преподавателями-экспертами на базе технопарка Кванториум длятся три месяца. И за это время школьника выводят на высокий уровень подготовки. Ребятам при поступлении им засчитывают до 10 баллов к ЕГЭ. Если работа соответствует профилю вуза. Но это еще и, знаете, такое развитие, умение держать себя, умение оторвать информацию, умение общаться с прессой, этому тоже учиться. Умение систематизировать материал, презентовать свой опыт. Ну и вообще понять, насколько тебе это интересно, имеет ли смысл тебе идти учиться в этой области. Или это твое, или это не твое. Многие школьники после конкурса «Шаг в будущее» мечтают принять участие в научном конкурсе «Большие вызовы». Победа в нем позволит обучаться в центре «Сириус» в Сочи. Анастасия Дороган, Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. В Алтайском крае завершился региональный турнир по настольному теннису среди любителей. Соревнования проходили в рамках проекта «Вечерняя лига», который призван развивать этот вид спорта по всей России. Наш край один из первых в стране подхватил и реализовал программу. Кто же стал победителем, расскажем далее. Старше 40 лет и любительский статус – главные критерии для «Вечерней лиги». Это всероссийский проект по объединению тех, кто живет настольным теннисом. И хотя участники называют себя любителями, шариком и ракеткой владеют на уровне профи. Здесь каждый борется за личное первенство. В феврале 2023 года победитель и призеры этих соревнований представят Алтай на всероссийском поединке в Сочи. Чем хорошо настольный теннис – это социальный вид спорта. Он для простых людей. Поэтому простые люди как раз нашли поддержку, их больше и больше. Поэтому это и ребятишки, это и взрослые спортсмены, это и ветераны, это и любители. Ограничений никаких нет. 25 участников и четверо из них – теннисистки. Свой по-женски легкий, но технически меткий удар ракеткой Наталья оттачивает в этом зале больше 25 лет. Вечерняя лига стала для нее не просто состязанием, а возможностью общения с такими же единомышленниками. На самом деле в Алтайском крае один из самых сильных развит настольный теннис. И он не только в Сибири, но и звучит очень громко по всей России. Поэтому я счастлива, что являюсь частью этого такого проекта. И здорово, что мы можем продолжать эти традиции. Сражаются не только за себя. Команде-победителю Всероссийской вечерней лиги в Сочи подарят возможность построить в своем регионе профессиональный центр настольного тенниса, что для нашего края было бы кстати, подчеркнули участники. Ведь планы строительства такого объекта в Барнауле зародились еще в 2021 году. У нас три профессиональные команды, которые играют в премьер-лиге и две играют в высшей лиге Б и Е. То есть мы побеждаем на первенстве Сибири, на чемпионате Сибири, выезжаем на всероссийские соревнования. То есть как бы развиваемся, пока все хорошо. Но, конечно, хотелось бы, чтобы у нас был... Мы мечтаем о своем доме, да, чтобы у нас был свой зал. К слову, попробовать овладеть ракеткой можно в ДК СИП «Энергомаш». Там краевой центр настольного тенниса открыт для всех. А тройка призеров регионального этапа лиги выглядит так. Золото – Степан Багиян, серебро за Алексеем Перфильевым, бронза – Алексей Заболоцкий. Эти чемпионы и поедут на финал в Сочи. Мария Мацаева, Дмитрий Денисов. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова